Желаю здравствуйте. Извините. Ничего. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Ну что ж делать? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно. А суп? Он черт не знает, что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он мне варит голода по целым дням. И чай такой странный. Воняет рыбой, а не чаем. Да что ли я? Вот и своё воздействие. Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые, поведение хорошего. Ну я уж и не знаю, откуда он такую берёт. Впрочем, если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру. Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму. Какое вы имеете право? Так вы смеетесь. Я труп в Петербурге. Я, я, я. Господи боже ты мой, какой сердито. Я всё узнал. Всё рассказали проклятые купцы. Вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что? Что? Не погубите. Не погубите. Жена, дети малые, не сделайте несчастным человеком. Ну что вы сами посудите. От того, что у вас жена и дети малые, я должен идти в тюрьму. Я благодарю покорно, я не хочу. По неопытности, ей-богу, по неопытности, недостаточное состояние. Посудите сами. Казённого жалования не хватает даже на чай и сахар, если ж были какие-то взятки. Ну, сломаю, мамысь, к столу что-нибудь да на пару платьев. Кто до унтер-офицерской вдовы, которую я будто бы высек. Вот это клевета. Это злодеи мои, это, это такой народ, они на жизнь мою готовы покусить. За что? У меня никакого дела нет до них. Ну, так я не понимаю, почему ты мне рассказываешь о злодеях или какой-то унтер-офицерской жене? Унтер-офицерской жене совсем другое дело. А меня вы не смейте, миссич, вам до этого далеко. Ты ж ты, смотри, ты такой. Я заплачу, заплачу деньги, у меня теперь нет. Я потому и торчу здесь, что у меня нет ни копейки. Ох, тонкая штука. Куда метнуло, какого туману-то напустил? Разбери, кто хочет. Если впрямь вы имеете нужду в деньгах или в чем-то другом, извольте, я готов служить в сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим. Дайте, дайте мне войны. Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или даже и меньше. Ровно, ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать. Покорнейше благодарю. Я вам точно пришлю их из деревни, меня это вдруг. А вы, какие же благородный человек. Ну, теперь другое дело. Слава тебе, Господи, деньги взял. Теперь, кажется, дело пойдет на лад. Я таки ему вместо 200-400 верну. Как же, 200, когда тут... Эй, Осип! Осип! Позови сюда трактирного слугу! А что же вы стоите, господа? Сделайте мелко, садитесь. Садитесь. Садитесь, прошу покорника. Ничего, мы и так постоим. Садитесь. Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава, веродушия. А то, признаюсь, я уже думал, что вы пришли сюда за тем, чтобы меня это... А мы вот с Петром Ивановичем Допчинским, здешним помещиком, прогуливались по делам должности. Ну, и нарочно зашли в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. И вот, как будто в награду случай представил такое приятное знакомство. Я сам. Очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы еще просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Да, да. Рассказывай, не знал, чем заплатить. Что вы говорите? Осмелешься спросить, куда и в какие края ехать? А, это Саратовская губерния, собственно, деревня. Саратовская губерния, а? Врет, врет и не покраснеет. О, да. С ним надо ухо востро. Что вы говорите, что? Благое дело, говорю, изволили задумать. Ведь вы чай более для собственного удовольствия путешествовали. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслуживал в Петербурге. Он бы так вот приехал, тут сразу тебе Владимир в петлицу дадут. Вот. Я сначала послал его самого потолкаться в канцелярию. Ай! Ну, прошу посмотреть, какие пули отливает и старика отца приплела. И надолго, извольте ли, ехать? Право не знаю. Ведь мой отец упрямый и туп старый хрен, как бревно. Ну, я вам прямо скажу. Как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что, в самом деле, я должен погубить свою жизнь с мужиками? Ага. Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. Ай, какой невзрачный на вид-то, кажется, ногтем бы придавил его. Что я? Справедливо, говорю, изволили заметить. Ну, что можно сделать в глуши? Вот хотя бы здесь ночей не спеешь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего о наградах. Неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра. Да, скверная комната. И клопы, такие, каких я в жизни не видывал. Мам. Вот, пожалуйста. Как собаки кусают. Скажите, такой благородный человек и должен терпеть от кого же? От каких-то негодных клопов, которым и на свет-то не следовало родиться. Никак даже темно в этой комнате. Совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь сделать, почитать или бредет фантазия. Сочинить что-нибудь не могу. Темно. Темно. Включите свет, пожалуйста.